Кандидат в мастера спорта, чемпион первенства России, призер первенства Европы по шахматам, член сборной команды Краснодарского края. Все это регалии юной девушки Алины Шпакивской. Интеллектуальным видом спорта она заинтересовалась еще в два года. Мама показывала, как ходят фигуры по клеткам доски, а чуть позже Алина попала в секцию. Первые соревнования я вышла в пять лет, это были соревнования в Анапе. Я там заняла четвертое место, но следующее соревнование я уже занимала первые места. Шахматы помогают развить усидчивость, планировать наперед. То есть я в жизни могу спланировать какие-то тонкости благодаря расчету наперед каких-то действий, как в шахматах, тактика, стратегия. Алина – яркий пример, каких результатов можно достичь, если подкрепить талант трудолюбия. Теперь девушка является почетным гостем на муниципальных турнирах. И в этот раз сказала напутственные слова ребятам, принимающим участие в «Белой ладье». Это один из этапов всероссийских соревнований. В нем принимают участие более 80 человек из 21 команды. Ребята представляют свои общеобразовательные учреждения. У нас такая идет логистика развития шахмат. Это шахматы в школу, программа, которая реализуется во всех школах, образовательных учреждениях. Соответственно, работает и спортивная школа, которая профилируется непосредственно как интеллектуальными видами спорта. Это шахматы, шашки, компьютерный спорт. Это поручение нашего главы, чтобы шахматы были интегрированы во все направления – культуру, спорт, в общем-то, молодежную политику. Поэтому мы стараемся, конечно же, чтобы это направление действительно охватить как можно больше населения. Самые юные участники турнира – ученики начальных классов. Серьезно и осмысленно глядя на шахматное поле, они производят впечатление профессионалов. По мнению экспертов, шахматы стоит рассматривать в первую очередь как дополнительное занятие для ребенка уже с шести лет. Серьезно уже так можно с шести лет, хотя сейчас, конечно, есть и четыре года такие уникумы. Но с шести лет уже серьезно можно подходить к этому вопросу. Обычно в этом возрасте, в раннем, во многие виды спорта пытаются. Но вот шахматы, конечно, это усидчивость в первую очередь, что он сможет ли полчаса или час хотя бы посидеть за шахматной доской. Команда, победившая в муниципальном турнире «Белая ладья», выйдет на краевой уровень. Имена лидеров будут известны уже в этот четверг. Никита Бойко, Ксения Осипко, Михаил Григорьев, Анапрегион.